Здравствуйте, господа и дамы, с вами Севен, и мы продолжаем проходить книгу Ненаписанных Историй 2. Добрались мы до замка, предположительно, Дракулы, просто, ну, Влади, кто еще это может быть? Давайте осматриваться, что у нас тут есть. Сколько свечей должно было тут сгореть, чтобы оставить такую большую кучу? Или это были волшебные свечи, которые могут сгореть десятками лет? Ну, вообще, да, кстати, смотрите, сколько воска, до хрена прям. Это вообще как так получилось от хажа, если подумать. А ты еще что-нибудь можешь сделать? Если мне понадобится куча свечного воска, я знаю, где его искать. А-а-а, ну, окей. У-у-у, страшные люди. Не могу сказать, родственники это колдуна или графа. Одно точно, что это один из самых... Одни из самых ужасных лиц, которые мне доводилось видеть. Но выглядят они как-то благородно. Че это такое? Я даже не могу разобрать. Это Франкенштейн? Вон эти, как... Как сказать, винтики вот эти в шее. Не? Не он? И вот эта штука? Швы? Похоже как-то. Но при этом какой-то старый Франкенштейн. А вот эти две девочки, я не знаю, это тоже какая-то, наверное, отсылка к чему-то, но... Увы. Маленькая травяная печка, типа этой, не может даже немножко прогреть такое огромное здание. Здесь в календаре температура такая же, как снаружи. Ну, окей. Печка напоминает мне такую же в моем классе в Систуне. У нее также была сломана труба, и она тоже была бесполезна. Но, однако, это выглядит менее приятно. Ну да, есть такое. Она нам не нужна, да? Снаружи кажется, будто в замке как минимум 5 или 6 этажей. А в старых замках часто есть еще и подвалы с подземельями. Глядя со стороны, я бы сказала, что как минимум 5 или 6. А в старых замках, типа этого часто бывает еще и... Да что ж ты два раза-то говоришь? Куча работы для одного бедного Игоря. Господи. Я думала, он что-нибудь, знаете, скажет, а потом повторит. И... Ну, как бы, игра слов, все такое. А в конце скажет что-нибудь другое. А там то же самое. Потому что я, кажется, что-то не поняла. Здесь немного рассеянная. Уж простите меня. Лестницы, как всегда, не всегда ведут наверх. Они ведут еще и вниз, в непроницаемую черноту. Подземелья, склепы. Там может быть все что угодно, с чем я не хотела бы иметь дело. Это да. Так, хорошо. Что-то тут еще было. Где оно? Вот оно. Трудно поверить, насколько высоко потолок в этом зале. Высок потолок. Цепи подсвечников исчезают во мраке. Видно глаза, мигающие повсюду в темноте. И слышно случайные писки. Думаю, это летучие мыши. Граф, наверное, еще и не заметил. Я с трудом могу себе представить, что он позволяет летучему мышам жить в его замке. Бэтмен. Был в замке Брюса Уэйна. Так, пойдем к сундуку. Потому что я Бэтмен. О боже. В этой галерее есть несколько довольно странных персонажей. Но этот определенно получает первый приз. Чувак очень неприятного вида. Он выглядит злым, высокомерным и более чем слегка сумасшедшим. Че это там такое? На что это он указывает? Это ключ, да? Слушаем, наверное, ключ. Хорошо, допустим. Тяжелый деревянный сундук с семью печатями. Две из них открыты. С семью печатями, естественно. Что-то, знаете, паутина как будто веревки. Нитки шелковые, а не паутина. Ну ладно. Ты будешь это... Здесь может быть стрелянта на книга, но может храниться и хорошо защищенная нижняя белье графа. В любом случае, нет никаких указаний на то, как открыть оставшиеся пять печатей. Это печально. Ладно, что я могу? Я могу куда-нибудь пойти уже? Оба-на! А че это он поменялся? И там поменялось? Все поменялось! Какого хрена? Я дурак, или эти картины изменились? Да и есть такое, да? Картины не кажутся живыми, как те, что висит в магической башне в Систуне. Но кажется, что они постоянно меняются. Очень удобно, если картины больше, чем мест на стене. Да, кстати. Напоминает, кстати, такую, может быть, косвенную отсылку к рабочему столу компьютерному. Потому что там же есть функция смены обоев. Опа, здравствуйте. О, теперь это здесь картинка. А, вот это Игорь. Приготовь обед для меня и моей невесты. И накрой стол со всеми пирогами. Мы хотим устроить романтический обед, перед тем, как удалиться. Меня зовут Уилбур. Всех моих слуг зовут Игорями. Игорь, его отец Игорь, его дед Игорь, и его отец тоже. А, у вас, конечно, было много слуг. Поэтому теперь уже поздно привыкать к новому имени. Я буду звать тебя Игорем. Я бы даже отдал тебе старый костюм Игоря, если бы он у меня был. В деревне мне сказали, что когда-то здесь жил сумасшедший колдун Ашкрофт. Ван Бюрн, это правильно. Покуда он не был повешен, утоплен и четвертован. Маги и паладины не делали дело наполовину. Только на четверти. Они забрали все, что представляло для них ценность и интерес. Остальное они оставили здесь. Была ли книга среди того, что осталось? Дневник колдуна? Да, я нашел его через несколько месяцев, после того, как вселился в секретном ящике стола. Нет, я имел в виду магическую книгу. Знаете, с заклинаниями и все такое. Нет, ничего такого не знаю. Похоже, что большой сундук из стебюля стоит тут уже давно. Он ваш? Сделала Ван Бюрн, но теперь он принадлежит мне. Это его портрет наверху. А, вот этот? Сундук и портрет – единственные вещи, которые маги хотели забрать, но не могли. И то, и другое привязано к замку мощной магии. О, значит, там должно быть что-то важное? Не знаю. Я смог открыть только две из семи печатей. Может быть, там он хранил свою книгу заклинаний? Она ценная? Юные леди в наши дни становятся все более требовательными. А моя новая линия – крем из кожи... для кожи из гуана, для человека мира, пошла не так хорошо, как я ожидал. Мастер, может быть, я мог бы открыть сундук для вас? Я в этом разбираюсь. Пожалуйста, если больше делать нечего, я хочу побаловать своего маленького крольчонка. Ну, боже мой. Так это, оказывается, Ван Берун. Вот дневник колдуна. С его помощью я смог открыть первые две печати. Чудно. Спасибо, мастер. Ну да, конечно, смело было предполагать, что это Франкенштейн. Ну а что еще было делать за неимением лучшего? Или эти-то торчат шурупы? Из шеи. Или болты шут там такое, господи. Вообще болты. Болты, шурупы, немного другое. Вы знаете... Много знаете о Вервульфах? Не особо, но они и мы... Мы друг друга не понимаем. Нормальные волки, да. Они дети ночи. А я люблю стоять по вечерам, на балконе слушать, как они поют. Но Вервульфы, Бедные души, которые были прокляты, не чувствуют ничего, кроме примитивного гнева и ненависти. Есть какой-нибудь способ избавиться от проклятия? Конечно, довольно просто. Нужно в поединке убить Вервульфа, который принес проклятие. А если неизвестно, кто это был, тогда можно только надеяться, что друг накачает твою голову серебро. Да ни за что. Да, Тиме че-то как-то не очень повезло. Что приготовить вам, юный мисс Кики? Для юной леди салат из рукколы с уксусом, маслом и кусочками куриной грудки. Вот что сейчас съедят юные леди. А мне и мне ничего, спасибо. Даже маленького кусочка не съедите? Может, позже. А пока я перехвачу стаканчик красного вина. Ну-ну, как пожелаете, мастер. Я найду повара и закажу салат. У меня нет повара. Я обычно не ем дома. Но я не умею готовить. Разве трудно приготовить салат с уксусом и маслом? Поторопись, Игорь. Хорошо, Крафарлов, мастер. Я спас вашу невесту в лесу. Она упала с лошади и сбилась с дороги. Бедное дитя. Какая удача, что с ней ничего не случилось. Я так долго ее ждал. Я слышал, что вы несколько раз были женаты. Много раз. К сожалению, я никогда не старел вместе с моими возлубленными. Я проклят. Я вынужден начинать все сначала каждые несколько лет. С новой молодой девушкой. Это ужасно. Мне очень жаль. Хм. Это точно Дракула, я вам отвечаю. Ну, типа того. Так. Мастер, этот цветок был в почтовом ящике. М-м-м. Из Систуну. Архимаг убит. Разыскивается бла-бла. Ничего важного. Эм. Вы уверены? Я не интересуюсь политикой. Короли и Архимаги приходят и уходят. Да. Да-да, вы правы. Нет смысла грызть себя такими вещами. Ну да, там же его имя. Здесь в письме портрет Архимага и меня. Даже если граф не интересуется политикой, вряд ли он позволит, чтобы на него работал убийца в розыске. Вот. Да. Он сдаст меня Ван Бюреном, если заметит. Вот. Да, я, кстати, тоже потом подумала, нахрена вообще было давать ему эту бумагу. Надо было, мне кажется, сныкать ее, наоборот, с самого начала. Так. К счастью, свиток сам свернулся. Иначе Архимаг мог заметить, что его новая игра разыскивается из убийства. А ты взять не хочешь его? Должно быть, госпожа председатель совета разослала такие розыскные письма повсюду. И с одной из них очутилась даже в темном лесу. Нужно быть осторожнее. Я не хочу вернуться в Систун в цепях. Никто не хочет. Симпатичный стакан с толстым дном. Стаканы сделаны из отличного прозрачного стекла, типа этого очень редки. И дороги. Бери. Кстати, картинка с обратничеством. Для чего этот шнур? Потянув за него, можно звонить несколькими колокольчиками в замоке. Но в шнуре только один. А зачем больше? И чё? Может быть, мы колокольчику там когда-нибудь привяжем и потом дернем, а он испугается звук и выбежит отсюда. Ну, пойдёте, типа, проверить, чё это там такие за звуки. Не? Мне кажется странным, что граф Орлов купил замок в тёмном лесу. Большинство старых людей любит тепло и солнце. Здесь маловато и того и другого. Да и замок довольно потрёпан. Так, чё это? Тарелки? Ключ, кстати, нарисован. Это просто декоративные тарелки, или ими можно пользоваться? Однажды наил жареную картошку с лица королевы в эльфийской норе. Мама Ивы не была удивлена. Чего? Взять тарелки? Игорь, осторожнее. Я ничего не делал. Тарелка просто упала со стены. Я прожил здесь 10 лет. В замке Орловштейн никогда не было привидений. Странно. Чё это было такое? Неясно. Благовоние? Не совсем то, что я ожидал найти в таком старом месте. С другой стороны, может быть, граф тоже заметил, что иногда тут немного пахнет плесенью и затхлостью. Понятно. Здесь как будто бы две точки. А, вот. Открыть ящик. Столовый прибор. Ничего, что я тут шурую. Ну, это, видимо, когда мы будем накрывать на стол, да? А там ещё что-то есть? Эх, нет, ничего интересного. Ладно. Нет, так нет. Так. Секунда чая. Ай, сволочь горячий. Хе-хе-хе. Так. Это стол, на котором мне нужно накрыть обед со всеми пирогами. Несколько дней назад я был профессором магии в школе магии, а теперь я Игорь для графа в центре ничего. Я знаю, что ничто, но всё-таки, да. Так, тарелка. Слушай, а может, я салат порублю вот из этого? Ну-ка. Я совершенно уверена, что это что-то похоже на руколу. Хе-хе. Допустим. Колбаса. Садят вместо курицы? Ты её съел! Ах. Мне это было нужно. Несколько часов сна тоже бы не помешали, но сначала мне нужно найти... Точнее, достать эту книгу. Смотри. Вкусная колбаса. Ты её тоже съешь, да? А, нет, смотри, я могу пробить. Положить на тарелку колбасу. Лично я бы предпочла этому салату хорошую колбасу. Но граф явно заказал салат с куриной грудкой. А колбаса совсем не похожа на куриную грудку. Логично. А вот личинки, мне кажется, будут похожи. О, боже. Отличное мясо. И оно выглядит почти как курица. О, боже мой. Какая дрень. Тонкая палка. Нам теперь мясо нужно, да? Юксус. Ой, мясо, масло. Господи. У, здесь место не просто светлее и уютнее, чем в вестибиле. От свечей тут ещё гораздо теплее. Использовать подсвечник с... Я не знаю, конечно, как... Что, а с чем, зачем? Поставить подсвечник на стол. Типа уютнее стало, да? Мне кажется, на центр неплохо был... ВВВВВ. Неплохо, но чего-то не хватает. Не хватает, во-первых, в столах приборов и ещё масла. Правильно? Смотрите на тарелку с почти готовым салатом. Так, что у меня есть ещё? Вода из чаши. Тяжёлый стол. Может, воду выдать туда? Ну, нет. Ну, естественно. Тонкая палка. Что-то дневник, кстати. Черви не в силах постичь мою гениальность, поэтому они называют меня сумасшедшим. Резерфорд нам не доверяет. Он нас обманет, я знаю. Он должен умереть первым, когда мы получим силу безымянного. Кто такой Резерфорд? Это рисунки различных печатей. Рядом с каждой печатью что-то написано. Так. О, боже. Эм, так. Чё тут? Нет никого умнее меня. Я изобрёл сундук для самой ценной моей вещи с семью печатями, которые только я могу открыть. Каждая печать может быть открыта только по-своему. И только я знаю как. Каждый механизм умнее, чем раньше. Чем тот, который шёл прежде него. И вот список, как открыть каждую из них. Ха, это хорошо, что колдун так гордился своей работой. Так, ну давай. Второй, вот первый, давай первый. Только рука действительно величайшего колдуна всех времён может открыть эту печать. Ну, мы уже не попадаем, по-моему, да? Первая рука мне нужна. Значит, то бишь его рука, вот этого уродца колдуна. Вторая печать открывается кровью невинных. Печать уже открыта. Может быть, граф порезал палец, нарезая картошку, а потом приложил его к печати. Ага, конечно. Десять раз. Третья печать открывается только словом «открыть», сказанным по-крысиному. Это Тиме нужно освободить, по всей видимости, да? Чтобы её открыть. Так, это. Только те, кто чувствует ненасытный голод, могут открыть четвёртую печать. Четвёртая печать уже открыта. Понятия не имею, как графу это удалось. Он никогда ничего не ест. Ну, собственно, да. Ненасытный голос крови. Пятая печать может быть открыта только «дыханием смерти». Ха, «дыхание смерти». Хм, «дыхание смерти». Смерть, что ли, найти надо? Ну, вряд ли. Чёрт, может, пеплом что-нибудь посыпать чьим-нибудь. Шестая печать открывается невидимым ключом, который видим для всех. Ну, мы уже видели, как ключ вот тут вот висел, и на первом этаже её сел. Только тот, у кого достойное сердце, может открыть седьмую и последнюю печать. Ну, её мы, видимо, и откроем. Ух, тоже у нас достойное сердце. Седьмая. После того, как все семь волшебных печати будут сняты, сундук может быть открыт. Может быть, придётся немного постучать по крышке. Она иногда заедает. Угу. Ну, окей, как выйти отсюда? Тве печати уже открыты. Пять ещё закрыты. Записи должны мне помочь. Да мы поняли уже, да. Так, ну, с ключом пока что более-менее понятно. Давай. Нет? Ну, он же виден. О, смотри. Теперь точно Дракула нарисован. Так. Чё-нибудь изменилось? Ой, это чё такое? Масло! А, нет, это вино. Кажется, граф любитель вина. Красного вина, точнее говоря. Ой-ой, подожди. Кажется, граф любитель... Не нужен слога для вина, он сам себе подливает. Зашибись. Видимо, эту штучку нужно будет дёрнуть, когда еда будет готова, чтобы эта женщина пришла. Так, хорошо, что... О, ё-моё. Красавец. Так, ну... Здесь не сведущая вниз. Давайте-ка пройдёмся по локациям, куда мы вообще можем попасть. У нас тут есть. Сюда мы ничего не можем сделать. Это чё такое? Фига вы поймёшь. И куда я попаду? А, прям сюда? Ох, боже. Нет, выйдите. Не, подожди. Ой. Кстати, насчёт тряпки окровавленной. А где она? Я её применяла где-то, я чё-то не помню уже, ни хрена, если честно. Так, подожди. У нас есть тонкая палка, не знаю, нахрен она нам. Давайте вернёмся сюда, может, у них масло попросим. Тут чё-нибудь есть? Чё? Эстер? Да. Во, кстати. А, дыхание смерти, точно. Её дыхание. Думаю, книга лежит в большом сундуке в замке. Сундук заперт семью печатями. Могу я помочь? А, во. А почему нельзя дыханием смерти? Она же не мёрт, не живая. Ты сочё не знаешь, как сказать, открыть на крысином? Нет, понятия не имею. Тимми никогда не говорил со мной на крысином. Этель тоже? Ммм. Да. Очевидно, по-своему они говорят только между собой. Пока, Эстер. Пока, Эстер. Надо идти. Не, не. С маслом не дай. Там был вариант с маслом? Ммм. Ммм. Да. Жители деревни было бы не так легко запугать, если бы здесь не было так жутко. Эти места славятся историями о привидениях. Всё, да? Так, ну-ка, ковырять там не хочешь? Нет? Ну да, спрашиваю, на кой хрен. Так, а тут-то мы возьмём чё-нибудь? Не, слушай, давай внутрь сперва. О, женщина. А, ну да, она же ушла в замок. Господи, забыл совсем. Нужно ли мне покупать сувенир? Нет. Мои карманы и так постоянно полны всякого хлама. Это да. Кстати, может черепок? Хотя, господи, чё он даст мне? Мистер Уэйл выглядит менее встревоженным и напуганным. Даже лицо, перед лицом, стоящее перед ним огромной задачей, снова вернуть жизнь деревню. Здравствуйте, мистер Мэр. Здравствуйте, мистер Уэзервейн. И как? Какова жизнь без страха? О, замечательно. Наконец-то у меня появилось время зазывать в деревню новых обитателей. Рад это слышать. Я думал, дать объявление в газету. Сомбервилль, пустынная деревня в проклятом районе, ищет обитателей для домов ранее похищенных и убитых жителей. Как тебе? Эм, я не знаю. Ну, не знаю. Так. Во, кстати. Ты знаешь, как сказать «открыть по-крысиному»? Ну, я мог бы тебе сказать, как будет «ты надо мной издеваешься на языке темного леса». Ну, я просто спросил. Мои друзья из лагеря могли бы переехать в один из домов. Они очень милые, а Гульвер и Мэйд отличные мастера. Они могли бы в момент привезти деревню в прежний порядок. Ну, я не думаю, что мы хотели бы таких соседей. Но это не честно. Только представь, что ты семейный человек, а за всю жизнь не совершил ничего плохого. Ты и твоя жена всегда были трудолюбивы, у тебя прекрасный сын, а потом ты приходишь в деревню, где срочно требуются обитатели. Да, но они зомби. И что? Представь себе деревню зомби, которая не хочет принять тебя и твоих жену и ребенка, только потому, что вы другие. Что ты думаешь о таких людях, а? Ну, ты можешь... Думаю, я могу поговорить с твоими друзьями. Ты это сделал. Ты случайно салат не продаешь? Нет, это лавка для путешественников. Путешественники салат едят. Они идут в лес и мочат дикого кабана. Тогда, наверное, и филия куриных грудок у тебя тоже нет, да? Нет. А, приправы, масло, уксус? Тоже нет. Снова нет. Ну, вообще-то у меня есть масло. Во! Некоторые воины любят натирать им своими мускулы, чтобы они не блестели на солнце. Тогда я его беру. Я даже отдам тебе его бесплатно, если пообещаешь не натираться им при мне. Замечательно, масло. Спасибо. Думаю, мне пора. О, а как мисс Кики? Она уже запустила у графа свои коготки. Вы о чем? Ой, да ладно, Уилл Борр такая красотка, как мисс Кики. Да она просто охотница за золотом. Графу надо будет почаще оглядываться. Но они любят друг друга. Они познакомились через газету и... И нехорошо так думать о людях, мистер Вэйл. Мол, а-та-та. Уилл Борр. Привет. Хм. Ложен ты ошибся. Кто со мной разговаривает? Это жутко. Так. Я был почти уверен, что как только страх будет побежден, сразу выглянет солнце и все тут расцвечет. Ну да, конечно. Это был бы идеальный дом для Эстер, Гульвера и Нейта. Эти трое вернулись бы в деревню жизни. Или... Фото подобное. Ну да. Так, ну пойдемте. Известим. Да, пусть она идёт домой отдыхать. Это был, наверное, самый тяжёлый день. Зашибись, а как их известить-то, что они могут ехать туда? Или мне надо просто свалить из этой локации? Скорее всего. Так, ну хорошо. Нет, стоп, подожди. Ключ, 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 ключ. Надо проверить. Пока я тут. Хотя я уже нифига не тут. Ван Бюрон указывает на ключ. Он надо мной издевается? Может ли это быть невидимый ключ, который видим для всех? Где, только, где он? Взять ключ? Серьёзно? Это просто картина. Как я должен был... Или... Это... Это довольно ловкий трюк. Да уж, действительно. Так, ну-ка, подожди. Где ключ? Давай. Чё, нет? Жаль. Почему нет? Граф открыл первых две печати с помощью инструкции в дневнике. Осталось только пять. Может быть, его повесить на ту картину? Там перекликни... Ой, господи. Молодой, да? Все стадии его возраста. Или чё? Так, ну-ка. Нет? Господи, а чё с ним делать-то? Так, ладно, масло. Масло как масло. Точнее, масло есть масло. Единственное, чего не хватает, это уксуса. Вот, да. А у меня даже нет ничего похожего. Так, ну-ка, подожди, а я могу подёргать за шнурок? Так, чё-то я задела микрофон. Пардоните, если вы это слышали. Не? Хм. Где добыть уксус? Смотреть на лестницу. Хм. Может, снаружи что-то было? Выйди, выйди наружу. Можно выйти наружу? Подожди. Иди ещё. Чё-нибудь тут. О, кстати, это чё такое? Замок определённо нуждается в уборке. Но, поскольку я ясно вижу, что это будет моей обязанностью, как слуги думал, лучше я буду об этом молчать. Стена-ткань. Оп. Мм. Граф, наверное, устал постоянно протирать зеркало. Смотреть на старое зеркало. Очень старое зеркало. За исключением нескольких тёмных пятен. Оно в хорошем состоянии. А чё-нибудь с ним можно сделать? Вообще, зеркало это ж оракул. Может, это он с нами разговаривал? Хотя он же не умеет через зеркало разговаривать. О, тряпка. Тряпка. Да. Ща протрем. Ну или попробуем. Нет? Хм. Ну-ка, выйди. Та-ра-ра-та-та. Ну, курица. Я не могу убить одну из куриц. Даже если бы мог, я не хочу. Точно. В смысле, я люблю колбаски, стейки. Иногда, может быть, жареного цыплёнка. Но это другое. Те жареные цыплята не бегают и никуда хчут. Я не буду убивать курицу на бед. Должен быть способ лучше. Ну ладно, ладно. Найдём мы обязательно этот способ. Но как-нибудь уже, я думаю, в следующей серии. Хотя нет, этот способ мы не будем делать. Мы же уже накидали литинок. Всё же хорошо. Надо найти масло. Ой, уксус. Масло мы уже нашли. Что-то я сегодня вообще не очень... Сказывается, видимо, давление, которое меня мучает последние несколько дней. Ну да ладно. В общем, ребятки, надеюсь, что эта серия вам понравилась. В следующей серии будем искать уксус. Я ещё, может, пройдусь вокруг. Может быть, нужно было сюда переместиться, чтобы вернуться обратно и убедиться, что Этель и вообще вся эта семейка Адамс переехала в город. Точнее, в деревню. В общем, нужно будет это всё проверить. Но пока что мы остановимся. Если эта серия вам понравилась, обязательно ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал. Зайьте друзей. До встречи в следующей серии. С вами была Сэн. Всем удачи. Пока-пока.